Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим конфеты птичье молоко. Я уверена, что вам этот рецепт понравится прежде всего своей простотой, ну а затем вкусом настоящего птичьего молока. Для суфле нам понадобится сахар, вода, агар-агар, белок, лимонная кислота, мягкое сливочное масло и сгущенка. Давайте готовить! В тарелку с мягким маслом выливаем сгущенку и взбиваем миксером до пышной светлой массы. В другую тарелку отправляем белки, лимонную кислоту и также взбиваем в пышную пену. Готовим сироп. В сотейник выливаем воду и кладем агар-агар. Ставим на плиту и на средней мощности, постоянно помешивая, доводим до кипения. Затем добавляем сахар и также, постоянно помешивая, доводим сироп до кипения до температуры 110 градусов. Термометр для этого иметь не обязательно. После того, как сироп закипит, еще некоторое время прогреваем его и затем проверяем на нить. Видите, начинает образовываться ниточка, значит мы потихоньку достигаем нашей температуры. В целом на это может уйти минуток 5. Чтобы проверить наверняка, я захватываю венчиком сироп и он должен с венчика не просто капать, а капелька должна тянуться нитью. К сожалению, на видео этого не видно из-за ракурса, но надеюсь вы поняли, что я имею в виду. Снимаем сироп с плиты, миксером оживляем белковую пену и струйкой вливаем к белкам сироп. Этот процесс похож на приготовление зефира. После того, как весь сироп влилили в белки, еще немного взбиваем массу, но не перевзбейте ее. Видите, венчики захватывают массу, она плотненькая, но при этом все сразу стекает и рисует рисунок на общей массе. Наконец, добавляем масло со сгущенкой. Часть добавили и на первой скорости миксера перемешали. Затем следующая порция масла. Масса приобретает молочный оттенок и может немного осесть. Я еще дополнительно перемешиваю лопаткой, чтобы масло точно равномерно распределилось, а не осталось на дне тарелки. Берем заранее подготовленную форму. У меня металлическая рамка размером 20х20, хорошо обтянутая пленкой без единого залома. Если ваша пленка плохо прилипает к форме, то бортики рамки можно смазать растительным маслом. Рамку кладем на ровную досточку и выливаем в нее суфле. Я немного отбиваю, чтобы масса равномерно распределилась. Убираем суфле на 3 часа в холодильник стабилизироваться и застывать. Прошло 3 часа, наше суфле подзастыло. Давайте его рассматривать поближе и нарезать. Ножом отделяем суфле от рамки. При этом лезвие ножа максимально вдавливаем в рамку, чтобы минимально повредить суфле. Видите, сверху я немного суфле все-таки задела. Кладем сверху ровную доску и переворачиваем. Снимаем пленку и убираем рамку. Суфле получается плотненько, его даже аккуратно можно приподнять. И начинаем нарезать. Я использую линейку, она вымытая, продезинфицированная. Я ею всегда пользуюсь на кухне. Кладу линейку на суфле и ножом ровненько отрезаю полоски. Затем поворачиваю и таким же способом полоски превращаю в квадратики. Такой способ достаточно быстрый, при этом квадратики получаются более-менее ровные. Смотрите на суфле поближе. Плотненькое, но при этом нежное, оно просто тает во рту и ни в коем случае не резиновое. Ну, наше суфле готово. В принципе, в таком виде его можно и оставить. Можно протемперировать шоколад и покрыть им наше суфле. У вас получатся настоящие конфеты птичье молоко. На канале есть подробное видео про темперирование шоколада. Если у вас нет времени, либо желания темперировать шоколад, суфле можно обвалять в какао, либо в кокосовой стружке. Этим мы с вами сейчас и займемся. Обваливаем суфле в какао. Кстати, какао обязательно просеивайте, чтобы был мелкий порошочек. И затем обваливаем в кокосовой стружке. Давайте разрежем и еще раз посмотрим поближе. Как я говорила ранее, конфеты получаются плотные, но очень нежные и не резиновые, что немаловажно. А в сочетании с какао или кокосовой стружкой вкус получается отменный. Конфеты птичье молоко готовы. Быстро, просто, а главное вкусно. Они едятся просто на раз-два. Вы даже не заметите, как слопаете пол тарелки. Но аккуратно, все-таки здесь немало сахара. Вкуснятина. Не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok